Всем привет! Сегодня будем готовить шедевр из баклажан. Почему-то я уверена, что будет шедевр. Ну, баклажаны... Хотя нет, баклажаны можно испортить. Но я вам покажу себе лайфхак, как их не испортить. Значит, что нам, короче говоря, понадобится? Баклажанчики и болгарская брынза. Ну и специи, все, что есть в доме. Так, значит, баклажаны чистим, режем. Порезала вот такими вот кружочками. Кружочками. Теперь лайфхак. Засыпаем это все солюшкой. Так, прям, чтобы, знаете, по-богатому. Для чего это? Чтобы у нас солюшка вытащила горечь. Все, засыпали солюшкой. И еще, чтобы они не потемнели у нас. Оставляем, ну, не знаю, минуток на 10, наверное, чтобы он немножечко сачок впустил. И потом все это промоем и отожмем аккуратненько. Все, отжала, промыла. Теперь черный перчик. По-богатому, что у меня еще. Итальянские травы. Поставлю раскрываться сковородку. Так, маслечко. И сейчас будем баклажанчики жарить. Сейчас руками перемешаю это все. Масла больше не буду добавлять. Только вот то, что здесь. Так, сейчас мешаю ручками и вернусь к вам. Все, жарим на сковородке. Жарим, кладем. Жарим, кладем. И даем остыть. А потом будем делать начинку. Сейчас это все пережарю и вернусь к вам. Я люблю по зажарости. Поэтому я делаю вот такие вот прям зажаристенькие. Опять же по своему вкусу. Баклажаны очень впитывают масло. Поэтому тут главное и не злоупотреблять. Все, наверное, эту партию можно снимать. Пока жарится, сделаем начинку. Смотрите, брынза. Перу хмели-сунели. Ну, можно, на самом деле, любые, да. Вот сюда вот так обильненько насыпаю. Кстати, можно было бы сюда гретьких орехов. Но, поскольку их нету... Сейчас пытаюсь специи сложить. И вилочкой все это так разминаю. Такую в однородную массу. Все. Начинка готова. Добавила еще перчик. Солюшку ничего не добавляла. Больше ни в баклажаны, когда жарили, ни сюда. Потому что сама по себе брынза, она эта соленая. Можно было взять, добавить чесночок. Ну, кто любит чесночку. Можно добавить орешки грецкие. Ну, то есть, дальше полет фантазии не ограничен. Опять же, можно не жарить так баклажанчик, а запечь в духовке. Либо сделать на гриле. Тогда меньше масла уйдет. Ну, то есть, вариантов масса преогромная. Можно вообще взять не такую брынзу, а какую-то намазку. Знаете, сырый творожный. Там с зеленью, с перцем, с грибами, с чем угодно. То есть, опять же, любой полет фантазии. Все, начинка вот такая вот. Дожариваю баклажаны и покажу, что делаем дальше. Что дальше делаем? Дальше мы начинку выкладываем на баклажанчики. Вот так вот. Чем больше начинки, тем лучше. И сверху закрываем. И получаются у нас такие макароны. Макароны из баклажан. Сэндвичи. Не знаю, короче, назовите как хотите. Но это шедеврально. Это просто, но шедеврально. Когда они остынут, будет еще вкуснее. Можно прижать, можно... Но, опять же, все на ваше усмотрение. Ну, вот так вот и подаете закуску. Смотрите, какая красота. Все, приятного аппетита! Продолжение следует...